Мне стыдно и неудобно задавать вопросы преподавателям и врачам. Не хочу их отвлекать. По моему мнению, они очень заняты, а тут еще я со своими вопросами. Но сейчас острая ситуация. Необходимо подходить к врачам и разговаривать по поводу операции жизни мамы. Врачи особо на контакт не идут, а отвечают грубо. Через силу заставляю себя и подхожу разговаривать. С каждым разом подходить все труднее, но надо. Как с большей легкостью научиться разговаривать с врачами, вне зависимости от их реакции, грубости, тона и чувствовать себя при этом хорошо. Внутренне считаю, что имею право на информацию по поводу тяжелого заболевания и ситуации, но все равно неловко и стыдно и страшно. Ну давайте начнем издалека. Откуда вообще у нашей Татьяны такая проблема? Она подходила к родителям. В детстве ее посылали. Они не отвечали на ее вопросы и говорили, что они заняты, она им мешает. У нее это закрепилось в мозгу. И теперь она считает, что другие люди слишком заняты, а она слишком недостроена для того, чтобы их отвлекать. Она считает их проблемы более значимой, чем свои. То есть ее вопрос, а на чаши весов легче, чем то, чем они сейчас занимаются. Так внушили ей родители, и она, к сожалению, продолжает эту традицию нести. Но что самое интересное, теперь, когда заболела ее мама, теперь мама расхлебывает эту же проблему, который или она, или отец Татьяны внушил ребенку в детстве. И ребенок из-за этого боится спросить. Теперь, я обычно объясняю, что есть такие жизненные правила, которые не являются попыткой с кем-то выяснить отношения. То есть прямой вопрос, как вот такой ситуации быть? Первое, что придет нормальному человеку в голову. Да типа, ты вообще там человек, у тебя есть свои проблемы, у тебя мать больна. Подойди и спроси. Нет. Я хочу изъять врачей из этой истории. Я хочу сказать, что вот есть Татьяна, у которой есть проблемы и вопросы. Человек, который хочет что-то спросить, должен подойти и спросить. У нее нет других людей, которые чем-то заняты. У нее есть своя собственная потребность и необходимость сделать какое-то телодвижение. Например, подойти и спросить, какие лекарства принимать, как принимать, какие перспективы операции, что ей делать дальше и так далее. Она должна думать об этом. Она должна думать не о другом человеке, чем он занимается, а о своих проблемах. Почему? Многие сейчас могут упрекнуть меня в эгоизме. Ну потому что врач если занят, он об этом скажет. Например, я сейчас не могу с вами разговаривать. Давайте через полчаса встретимся. У меня сейчас операция. Давайте вот мой телефон, позвоните. Придите завтра в 9 утра и так далее. Так пусть они это скажут. Зачем же бежать впереди паровоза и за них додумывать, заняты они или нет. Они сами тебе скажут, если не могут говорить. Ты должен думать не про них, а про себя. Ты должен думать о том, что ты хочешь что-то сейчас спросить. Неважно кого и при каких обстоятельствах. Потому что когда ты начинаешь жить по этим принципам, то ты уже ни с кем не вступаешь в конфронтацию. Там нет никаких других людей, перед которыми неудобно. Там есть только ты и твой вопрос. Но, когда другим людям будет неудобно, они тебе сами об этом скажут. Ты обязательно услышишь. Я бы сказал, ты первый, кто услышишь о том, что они не готовы сейчас тебе отвечать. Просто сделай это. А они пусть сделают то, что они считают нужным. Это огромные проблемы неуверенных людей. Они все смотрят не в свою тарелку, а в чужую. И я приводил очень доходчивый пример. Смотри, во многих передачах, типа Animal Planet или В мире животных, показывают одну и ту же картину, когда пасутся травоядные, типа зебр, косули и оленей, а вокруг гуляют львы, тигры и крокодилы. Значит, львы и тигры, они в какой-то позе гуляют. Они или ходят, или лежат, или сидят, или стоят, и куда-то смотрят, у них где-то находятся уши, где-то находится хвост. Они не озираются по сторонам. А вот те, которые в кругу, вот эти вот лося с бизонами, они наоборот, щиплют травкой, все время голову прям сворачивают, глядя на хищников. Почему? Потому что они пока пасутся, они одновременно смотрят на опасность, которая может лишить их жизни. И они все время озираются. Потому что от того, в каком положении находятся уши у тигра, зависит их жизнь. Потому что животные, видимо, на интуитивном уровне понимают, что определенные позы льва говорят о том, что он сейчас кинется, или что он позрал и сейчас спать будет. И тогда можно дальше пастись. Так вот, это у животного мира функция. Смотреть в чужую тарелку, читать чужие мысли, изрезать людям в их мозг, она природой заложена для выживания. Понимаешь, да? То есть многие животные, особенно высокоразвитые, там, обезьяны, например, да? Не знаю, свиньи и так далее. Собаки, естественно, волки. Они эту функцию имеют для выживания. Им необходимо смотреть, что более крупные животные, что любое животное, представляющее опасность, имеет в виду. Потому что от этого зависит их жизнь. Так у человека та же фигня. Почему наша зрительница думает о том, что врач занят? Потому что она считает себя жертвой. И она считает, что ее жизнь зависит от этого врача. Поэтому она к нему вообще боится подойти. Вместо этого она тратит огромные эмоциональные и рациональные усилия для того, чтобы понять, что у него сейчас в голове, насколько его выражение лица говорит о его занятости и так далее. Потому что она себя считает жертвой. Это ее психология. И все люди тревожные, все люди неуверенные в себе с низкой самооценкой, они действительно имеют такую проблему, что они все время думают про другого, что того на уме, потому что они его боятся. Классический пример. Вот я читал лекцию про работу. Женщик говорит, вот я не могу подойти к начальству, попросить, чтобы мне прибавили денег. Я говорю, почему? Вы знаете, он не в настроении. То есть смотри, что получается. Она ведет так же себя, как зебра перед львом. Она думает о том, она видит его, она видит его выражение лица, и по выражению она понимает, что у начальника плохое настроение, поэтому не надо сейчас к нему подходить. Я ей говорю, женщина, вам деньги нужны? Нужны. Вы можете сказать, чего хотите. Она говорит, я хочу прибавку в зарплате. Ну, пойдите и скажите, а у нее плохое настроение. Да это, говорю, не ваша проблема. Он вам или даст, или не даст, это не зависит от его настроения вообще. Но вы его боитесь, за этим стоит длинная история, там, работу потерять, еще что-то, гнев вызвать. Поэтому вы не только не подходите, и зарплату вы тоже не получите повышенную. Вам вообще ничего повышать не будут, потому что вы даже рот не открываете. Она говорит, ну а зачем с ним в конфликт вступать? Я говорю, в какой конфликт? Вы говорите только про себя. Не надо про него говорить. Вы мне должны, я у вас тут сто лет работаю, вы меня... Нет, говорите, я хочу, чтобы мне прибавили там на 20% зарплату. Вы от него ничего не требуете, отношения с ним не выясняете, в войну не вступаете. Вы говорите только про себя, что вы хотите, про ваше желание. Его дело прибавить или нет? Ваше дело, получив от него ответ, принять решение, оставаться на этой работе или уходить. Почему люди так не делают? Потому что они боятся, что они без работы останутся. Что это вызовет недовольство начальника, и они опять без работы останутся. Что и много лет, что они работу не найдут, и они опять без работы останутся. Вот из-за чего они терпят и разговаривают между собой, что, мол, Иван Петрович, и сегодня прям такое настроение, лучше к нему в кабинет не ходить. Или как там, к секретаршу, да? Ну, что он там, как он сегодня? Да какая тебе разница, как он? Тебе нужно, иди. Не надо бояться, потому что страх заставляет нас вот таким образом себя вести.